Белоусов На російському зомбоящику досі ейфорія від нових призначень. Як ви розумієте, росіяни вирішили воювати до останнього. Тому Путін змінив Шойгу на економіста Белоусова, щоб посилити підготовку до затяжної війни. По сути, своїми діями Пахан Путін ще раз підтвердив, що ніякі переговори їм не потрібні. Їм потрібно знищити Україну та розпочати прямий конфлікт з НАТО. Дякую за переговори! Дякую за переговори! Звісно, що це повна маячня. А про мінімальні чоловіческі потери і мови йти не може. Бо вже втраты окупантів сягнули позначки у майже півмільйона. Далі – тільки більше. Какие-то западні аналітики, которых я почитал сьогодні сутра, говорят о том, що у Росії нет в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Ну, этого я не понимаю, что, значит, нет живой силы. Давно пора объявлять мобилизацію. С моей точки зрения уже просто все сроки пройшли. Все среди цікавих перестановок у Кремлі – нова посада старого чекіста Патрушева. Колишній директор ФСБ, экс-секретар Ради Безпеки, теперь, увага, помічник Путіна с кораблебудування. Новыми помощниками Путіна становится губернатор Тульской области Алексей Дюмин и покинувший пост секретаря совбеза Николай Патрушев. В Кремле при этом сообщили, что Дюмин будет курировать вопросы ВПК, спорта и заниматься госсоветом. Патрушев будет отвечать за вопросы кораблестроения, но у него будут и другие функции, какие, Песков не уточнил. Ось так найвпливовіший з близького оточення Путіна силовик, принаймні так його називали у ЗМІ, отримав завдання гратися у кораблебудування. Мабуть, дуже треба Путіну відбудувати судне Чорноморського флоту і підняти з дна крейсер «Москва». Про ответку дуже радісно тепер говорить і пропагандист Журавльов. Мовляв, ось з призначенням нового міністра оборони його мрія збудеться. Ми, конечно, возмущаємся, ми, конечно, все це делаємо, возбуждаємо уголовні дела, але все-таки я хотів би напомнить, що підлітне время нашого кінжалу до точки принятия решений, то бість Верховна Рада, СБУ, Банкова і так далі, одна минуто. Ось дуже сильно хотілося. Наверно, там примуть решення, я надеюсь, Белоусов, чоловік решительний і жёсткий в цьому відношенні. Я його лично не знаю, але я вам скажу, що у нас ідет постепенное, але неотвратиме відвращення іменно традиційних цінностей в нашу країну. Ось він, їх представитель, це стопроцентно. Ось все його висказування, все, що це, говорить, тільки висказування патриота, причем такого жоского і безкомпромисна. І неслучайно все говорять на Западі, що це удивітельне, але для них це решення, прямо скажімо, не луціє для них. Для них це худшє рішення всіх, які тільки можливо. Назначення Белоусова в суду. Та що для Запада, що і для нас, від перестановки доданків сума не міняється. Мета знищити окупантів у нас у всіх залишається. І росіянам це не подобається. Росія-то, вважається, не вистраює Запад в нинішньому вигляді. І має бути унічтожена навсегда. Мені здається, яку цю фразу можу би произнести в будь-який момент существування тисячелітньої Русі. От просто, в будь-який момент. Але може, крім піру днів Горбачова до Єльцина. Об цьому в Європі кажуть прямим текстом. Концепція війни, яку собі побудували путінські маріонетки, дуже стрімко ламається. Рупори Кремля збентежені новими поставками озброєння Україні і тим, що від нас не відмовляються. Тож у відповідь збільшують активність психологічних операцій. Заявляючи, що це начебто НАТО готується до прямої війни з РФ. А вони, як завжди, білі і пухнасті. Відповідь не короткими категориями. Руководитель країни должен всегда смотреть за горизонт. Це значить за время после спеціальній воєнній операції. Зададим себе вопрос, буде ли це время спокійним? Станет ли Запад дружелюбним? Откажеться ли він від розв'язування війни, війних конфліктів? Ну, конечно же, нет. Ми видим, як на наших глазах весь мир потихонечку, а иногда даже і дуже быстро, двигається к війне. Це значить, що потрібно підготовити економіку. Тому назначення Белоусова на пост министра оборони – це більше економіки в військовій сфері. Це і пушки, і масло. Цей людина, займаючи економікою, завжди выступав за господарственне планировання, за активне участие государства в економіки, а не за созерцательне відношення к цим процесам. Тому назначення Белоусова на пост министра оборони – це підготовка к будущим возможним военним конфліктам. Росії предстоит 8-10 лет противостояния, а Западом необязательно. Ви оптимистичны 8-10 лет. Ну, я имею в виду… В 80-100 лет, можливо. Нет, я имею в виду острую стадию. Потом все-таки должен быть… Потом помиримся? Ну, буде новий Поздам, новая Ялта, вони неизбежны. Да, ми договоримся. Да, то есть я не думаю, що в отношеннях государства враження «помиримся» – це більше в отношеннях между людьми. Тут все-таки вопрос правил и вопрос взаємного доверия. То, чого сейчас нет. И пока вот это противостояние не завершится, конечно же, Россия должна наращивать свой военный потенциал. Мне кажется, в этом смысле ожидание от прихода нового министра обороны – это как раз повышение эффективности военных расходов. Да, здесь речь идет и о сроках, и о качестве, и о точном техническом задании. Судя по всему, стороны согласились с тем, что конфликт будет достаточно длинным. Ну, то есть и Запад, типа затянем пояса и будем поддерживать столько, сколько надо. По крайней мере, они это декларируют. И Россия, на самом деле, подготовилась к войне на истощение, потому что, на мой взгляд, назначение Белоусова на Минобороны – это сигнал того, что Россия готовится к достаточно длинному противостоянию. Мой прогноз – вот такой большой план – это на 8-10 лет. Те, что Россия и правда готовится к войне на виснажение, писали и аналитики Институту вивчения войны. Кадровые перестановки после так называемых президентских выборов свидетельствуют о том, что Путин делает значные кроки щодо мобилизации экономики и оборонно-промисловой базы для поддержки затяжной войны против Украины. Також, целиком уверенно, что российский диктатор готовит РФ до будущей конфронтации с НАТО. Конечно, Запад против нас консолидируется, вооружается, принимает новые программы, переделывает старые программы, и они на этом останавливаться не будут, и мы должны это понимать. При этом предстоит решить ряд больших инновационных проектов. Кстати, слово «инновации» как раз звучали часто, когда характеризовали Андрея Ремовича, что он сторонник этих инноваций. Они связаны с многими видами вооружений, ну, например, создание гиперзвукового оружия второго поколения, лазерное оружие, концептуальный подход к формированию бронетехники, чтобы она стала более боеспособной на поле боя. Да, специальная военная операция закончится, но нужно понимать, что к тому времени, когда она закончится, Запад будет где-то уже на пике подготовки обновленной структуры НАТО, обновленной системы ПВО и ПРО и других всяких обновлений, на которые не собираются в течение 10 лет потратить 10 триллионов долларов. Те, что страны Заходу посилуют свою обороноспроможность – это нормальная практика. Тим паче, когда есть такие шебанутые соседи, как Россия, лучше быть готовыми к всему. А звинувачивать и других в том, что насправді хочет сделать РФ – это довольно обычная практика Кремля. НАТО рассматривает в последний, скажем так, наверное, месяц и особенно в последние дни механизм, как им вступить в конфликт с нами на Украине, но при этом не объявляя войну, не доводить дело до применения ядерного оружия и в случае необходимости всегда уйти в сторону. Вот какие варианты разрабатывает НАТО? Первое – создание бесполетной зоны. Но не над всей Украиной, а над какой-то ее, сколько там, то 70, другие 100 километров. То есть это Волынская и Львовская области. В принципе, да, территория, которая Польша рассматривает своей сферой влияния. Но ведь это провокация, и надо понять, как именно будет реагировать Кремля. Вот, они думают, ну не начнет Россия в ответ на эту войну. Не объявит же Россия войну Польше в ответ на это. Не объявит. Не объявит Россия войну Румынии, если они это сделают. Если Польша начнет сбивать российские ракеты над территорией Украины. Вот, они надеются, а будет ли Россия летать, пускать ракеты именно в эти две области. А может быть, Россия пойдет на маневр. Момент второй. С кого надо начать? С того, кого не жалко. Надо подставить какого-то члена альянса, которого будет, что называется, который не очень ценный. Эстонцы, может быть, другие прибалты. Опять-таки направить какой-нибудь их корпус на Украину. Надеются. Ну не объявит Россия войну Эстонии в ответ на это. Ну максимум, как они надеются, понизит уровень дипломатических отношений. Терпимо? Терпимо. Если эстонцы погибнут на Украине, ну опять-таки НАТО надеется, но не ударит же Россия по территории Эстонии. Не начнет же она войну открыто с НАТО. То есть Россия нанесет, скажем, удар по полякам, по эстонцам на территории Украины, но не по территории Польши и Эстонии. Наши действия в этой связи? Я думаю, наши действия должны быть именно то, о чем говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Их жесткое и беспощадное уничтожение на территории Украины. Для начала, с предупреждением, что если дальше... Дмитрий Анатольевич по-всякому говорит. В зависимости от настроения и обстоятельств. Начинать надо... Дмитрий Анатольевич и про Лондон говорится, и про Вашингтон были с интенсия. Понимаете, нужно, чтобы угрозы были реалистичными, Ольга. Они понимают, ну не будем мы начинать ядерную войну из-за этого конфликта, бить по Лондону и Вашингтону. Пока они надеются на конфликт в Восточной Европе. А вот создать им неопределенность, как мы это сделали с учениями, это гораздо лучше. Мы им показали, если будем проводить учения с тактическим ядерным оружием, ребята, не надейтесь на то, что эскалации не будет. Мы оставляем за собой реально любые права действия. Ось саме такими заявами росіяни и шантажуют краины Заходу, Аби ті припинили підтримувати Україну, аби не відправляли свої війська. Бо окупанти цього дуже бояться. Якщо усі російські погрози, путінські авантюри, демократичний світ проковтне і не відповість, То цілком умовірно, що Росія таки вторгнеться до країн НАТО. Бо побачить їхню слабкість. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та доверяйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось! Побачимось!